Здравствуйте! В эфире новости «Премиуси» в студии Алиса Борцова и сегодня в нашем выпуске. В администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планерное совещание. Подписано соглашение о социальном и культурном сотрудничестве между администрацией Матвеева Курганского района и региональным общественным движением Донецкая Республика. В администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планерное совещание. 12 августа в администрации Матвеева Курганского района состоялось очередное планерное совещание под председательством главы Дины Алборовой. На повестке дня обсудили текущие вопросы развития района. В рамках реализации молодёжной политики активисты и волонтёры Матвеева Курганского района регулярно посещают мастер-классы, образовательные форумы, фестивали, участвуют в конкурсах и проектах областного уровня. В ближайших планах творческий фестиваль работающей молодёжи «Новый мир», в котором примут участие представители молодёжи, сотрудники предприятий, работающих на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Матвеева Курганского района. Также запланировано участие в педагогических форумах, проектах «Таврида.Арт», «Амбассадоры добровольчества», реализация пилотного проекта школы бизнеса «Прогресс». Постановлением правительства Ростовской области внесены изменения в положение об организации предоставления земельных сертификатов на приобретение или строительство жилых помещений. Теперь это право получают граждане, постоянно проживающие на территории Ростовской области. Ранее получить земельный сертификат вместо земельного участка могли только жители Ростова, Таганрога, Батайской и Новочеркасска. Размер земельного сертификата в этом году составляет 554 809 рублей. На планёрке также озвучена информация о ходе подготовки к празднованию Дня освобождения Матвеева Круганского района от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия, посвящённые этой дате, пройдут с 28 по 31 августа. Запланировано проведение автомотопробега, концертные программы, памятные митинги, тематические детские программы, уроки памяти и другие. Завершит цикл праздничных событий, мероприятие которое состоится 31 августа. О его времени и месте проведения мы сообщим дополнительно. Представлен доклад об аварийности на дорогах района и мерах по её снижению. За первое полугодие на территории Матвеева Круганского района зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. С целью снижения количества аварий и тяжести их последствий проводится обрезка растительности, мешающая обзору, ямочный ремонт, наносятся шумовые полосы у перекрёстков со светофорами, обновляется дорожная разметка, устанавливаются дорожные знаки. В ближайших планах замена светофора на пересечении улиц Таганрогской и Московской в Матвеевом Кургане, ремонт пешеходных ограждений, устройство искусственных неровностей и т.д. Вне рамок повестки обсуждались и другие вопросы, касающиеся жизнедеятельности района. Озвучена информация об оперативной обстановке. Особое внимание уделено ухудшению пожароопасной ситуации из-за грубых нарушений правил пожарной безопасности. Напоминаем, что в Донском регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, согласно которому запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, стерню. Подписано соглашение о социальном и культурном сотрудничестве между администрацией Матвеево-Курганского района и региональным общественным движением Донецкая Республика. В мероприятии приняли участие представители молодежного сообщества, бизнеса, волонтеры, руководящий состав и глава муниципалитета Дина Алборова, а также гости из города Донецка во главе с руководителем Алексеем Муратовым. У нас много общего. Единая Родина, Великая Матушка Россия. Прекрасный лидер Владимир Владимирович Бутин, которому мы боготворим, уважаем, гордимся и идем смело не бояться. Наши люди, потому что везде мы никогда не считали себя приграниченными. Мы считаем земли Донецкой Народной Республики нашей Родиной, потому что там живут наши родственники, наши люди. У нас много, у нас великая память и гордость за наших дедов и прадедов, подарившие нам жизнь. И, конечно же, единая цель и задача. И я счастлива, что совместно мы сможем достичь новых вершин, новых высот и идти вперед только вместе. И мне очень нравится один слоган, который, я думаю, уже вся и знаком. Когда мы едины, мы непобедимы. Рада видеть вас. Как я начал говорить, все только начинается. Я рад нашему детскому сотрудничеству, которое переходит на новый этап. И у вас теперь есть опора по территории республики, куда вы можете всегда прийти и обратиться с любыми инициативами, с любыми проектами. Мы все поддерживаем. Мы можем решать любые вопросы на территории республики. Я уверен, что вот это наше соглашение, оно выйдет на новый качественный уровень абсолютно все совместные наши мероприятия и политические, и общественные, и гуманитарные. Поэтому спасибо за приглашение, спасибо за соглашение. И все только начинается. Стороны планируют развивать дружественные связи между предпринимателями, учебными заведениями, средствами массовой информации, общественными, профессиональными, творческими, молодежными и спортивными организациями. Спасибо. Спасибо. Подписание соглашения стало важным шагом на пути к укреплению дружбы и сотрудничества, открывающим новые горизонты для взаимодействия между регионами. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от новых квартир. Глава администрации Матвеева Круганского района Дина Алборова вручила ключи от жилья двум детям-сиротам и поздравила новоселов с новым этапом жизни. Вы первые люди, получившие в этом году квартиры. И я очень счастлива, что это благодаря президенту, благодаря губернатору Васильевичу Голубеву. У меня ребята имеют возможность получать свое собственное жилье. Вы теперь в ответе за это жилье. И работы у вас тут еще, ребята, очень много. Это ваш дом, это ваши стены, берегите. Это ваш уголок, это ваша раковина, куда вы можете спрятать. И я сегодня вас истинно поздравляю. Благодаря Николу Александровичу вы имеете вот это право здесь распоряжаться, здесь жить и радоваться жизни. Поэтому, если есть, пожалуйста. Ребята, поздравляю вас с первым жильем. Спасибо. У вас здесь все живой, все хорошо. Размножалось и прибавлялось в семья в будущем. Вы, пожалуйста, следите, что у вас гарантия, когда плохо относятся, начинает плесень, сырость и в ваших жильёх, все в ваших руках. Два новых дома блокированной застройки находятся по переулку Пролетарскому в посёлке Матвеев-Курган. Денежные средства на приобретение жилья в сумме более 5 миллионов рублей выделены из областного бюджета. На 2024 год в список для обеспечения жильём включены 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Матвеево-Курганском районе. Все ребята до конца этого года станут обладателями благоустроенного жилья. Это пока все новости. Спасибо за внимание. В студии была Алиса Борцова. Всего доброго. До свидания.